В кабинет к доктору приходят на лечебные массажи, но с профилактическими каждая мама вполне может справиться и дома. Восьмимесячный Алёша только недавно открыл для себя все прелести массажа, поэтому пока ещё не понял, как это полезно и на всякий случай плачет. Такое бывает часто на первых сеансах. Доктор советует немножко потерпеть и на несколько минут сократить время массажа. Для детского массажа советуют использовать вазелиновое масло. Оно реже всего вызывает аллергию. Также могут подойти присыпка и детский крем. Поглаживание, растирание и лёгкие похлопывания – вот основные приёмы детского массажа. Берём рукой ребёнка за стопу и массируем сверху вниз. Массаж начинается у детей, начиная со стопочек и вверх. Делаются ножки впереди, животик, грудь, потом переворачиваешь. Опять ножки, спинка и ручки. Трёхмесячная Милена лежит тихо. Преимущество массажа как раз в том, что он снимает напряжение и помогает успокоиться. После маминых поглаживаний дети долго и крепко спят. Вот ещё несколько советов от доктора. Для массажа стоит выбирать самое спокойное время суток. Например, после сна или через 40 минут после кормления. Конечно, в помещении должно быть тепло. Также тёплыми должны быть и руки. Необходимо, чтобы на них не было ничего, что может повредить нежную кожу малыша. И точно не стоит начинать массаж, если ребёнок приболел или только что поел. Давно доказано, что массаж позволяет грудничку раньше сесть, поползти, а потом и пойти. Дети, которые регулярно получают сеансы массажа, начинают раньше говорить и реже болеют. Делайте массаж ежедневно 15-20 минут, и вы увидите, как быстро начнёт ваш ребёнок расти и развиваться. С вами была Олеся Новикова и рубрика «Мамина школа». Увидимся на следующей неделе.